Игорь Валентинович, здравствуйте. Здрасте. Почему я не слышу Игоря Валентиновича? Мне от этого всегда становится грустно. Ну, это только ты не слышишь, я должен тебе, честно сказать. Все остальные слышат. Хорошо. Здрасте, здрасте. Да, теперь я слышу, и мне от этого становится веселее. Спасибо большое. Слушай, был ли у вас опыт владения машиной отечественного производства? Да, конечно. Я вообще фанат Ларгусов. Ого, и сейчас на нем ездите? Нет, сейчас не на нем езжу. С ним плохо в том отношении, что он не упускает с коробкой автомата, а жена не может ездить на механике. Фанат, но издалека. С ним плохо, на это можно точку ставить. Как только на него поставят автомат, я тут же его куплю, потому что это потрясающая машина. Лучше сразу пулемет, если честно, для того, чтобы лучше точно. Ну, вообще, некоторые вещи лучше любить издалека. Это, знаете, как членов семьи, Ларгус, АвтоВАЗ. Вот все это лучше думать о том, что как только коробка автомат поставлена будет, мы обязательно купим. А о чем мы обязательно поговорим? Я знаю, что мы хотим предложить нашим зрителям очередной повод отпраздновать завтрашний день. Да, безусловно. Мы сегодня поговорим про фараоны Тутанхамона. Дело в том, что, ну, скажем так, сегодня можно отметить 101 год с открытия его гробницы. Это величайшее открытие для ептологов, для археологов всего мира. И, собственно говоря, вот как раз об этом открытии я бы хотел рассказать. Тутанхамон – это паренек, который проправил всего 8 лет. Значит, он вступил на престол в 10 лет. Было это 4,5 тысячи лет до нас с вами. То есть очень-очень давно, просто жутко давно, в XIV веке до нашей эры. То есть можно себе представить какая-то даль. И вот, значит, проправив всего там 8 лет, он умирает. Там причины называются разные. Ну, в смысле, ученые пытаются исследовать. Там мы говорили, что отравление и что малярия. Но вот последние исследования в 2019 году, они определили все-таки, что он умер от заражения крови, которое получено было в результате открытого перелома. Так что, значит, умер он по естественным причинам. Что там с ним случилось? Там было разное исследование думать, что он, скорее всего, упал с колесниц и перелом у него произошел. Ну вот, во всяком случае, он проправив очень недолго, он умер. Значит, его охраны не стали. Вообще-то 8 лет – это долго. 8 лет – это два срока. Да, ну, в основном он не сам правил. Там за него правили. Там была такая женщина, нефернефруатон, которая как бы его была опекуном. И вот, собственно говоря, по сути правила она. А сам он проправил-то недолго, может быть, несколько лет. И вот, собственно говоря, его особо не искали, его гробницу, потому что он как-то вот следующее поколение уже фараонов старались не упоминать. Его причина была простая – его папаша. Дело в том, что его папаша довольно известен, он реформатор. Дело в том, что египтяне поклонялись богу Омону, а его папаша Эхнатон сказал, что надо менять взгляды на божеств и решил провести реформу и предложил править Атону. Он изменил и столицу, изменил и религиозные традиции. Было надо. Зачем ему это было надо? Ну, чаще всего такое делают, чтобы как бы поменять элиты, чтобы пересажать всех, значит, как бы религиозных вот этих вот лидеров, которые оказывают мощнейшее влияние, поставить своих новых религиозных лидеров, то есть их священников, вот этих вот шаманов своих поставить. Ну и, собственно говоря, ну это вот перетасовка элит. Он же и столицу перенес с этим, и, значит, там эти основные вот этих религиозные капища вот эти вот все поперенес тоже в другие места и тому подобное. То есть, ну, понятно, борьба с элитами, попытка установления единоличной власти, чтобы меньше влияния было. Вот. Его сын, Тутунхамон, после прихода к власти, тут же отказывается от всех этих реформ, опять же возвращается к Амону, возвращается, бросает столицу, просто новая столица просуществовала там недолго, значит, всего 15 лет, и он возвращается. То есть, ну, как бы элиты вот эти, которые папаша отстранил, он, собственно говоря, вернул. А вот последующие династии уже как-то недолюбливали его, и вот в этих перечнях, которые у них были, которые, собственно говоря, потом археологи находились, сохранились, они в этих перечнях, значит, вот их пропускали, пропускали и их Анатона, и его сына Тутунхамона, хотя он, собственно говоря, вернул. Вот. Просто старались как бы забыть. И в результате получилось так, что его гробницу практически и не искали. Вот. И его обнаружение, его гробницы, это, конечно, такая случайность, но случайность, как говорится, не случайность. Как же это все-таки произошло? Итак, в Египте еще с конца, с начала 19 века начинается вот это вот бурное, значит, поиск древностей, этим увлечены огромная масса людей. В основном это требует очень больших денег, потому что необходимо передвижение огромной массы грунта, потому что гробницы закопаны на довольно серьезной глубине, и более-менее уже, так сказать, все ориентируются на долину царей, и знают, что вот там захоронения в основном есть, и что их надо искать. Значит, один американский археолог ищет, их очень активно вкладывает. Ну, понятно, что идут вложения очень хороших, серьезных денег в вот это самое раскапывание, поэтому это делают люди состоятельные. Так вот, американец Теодор Дэвис раскапывает эти гробницы, ведет раскопки довольно активно с 1902 года, купил концессию на часть территории в долине царей, то есть Египет тоже на этом хорошо зарабатывает, он, скажем так, раздает концессии на поиск, по праву этой концессии потом, если что-то найдут, значит, отходит к египетским властям, а отчасти, собственно говоря, может хапнуть себе человек, который откопал. То есть это такое еще и считается довольно хорошим эффективным вложением. Но, значит, Теодору Дэвису жутко не везет. В 1914 году он продает свою концессию, значит, такому тоже очень богатому англичанину, лорду Джорджу Карнарвону. Джордж Карнарвон, увлеченный человек с 1906 года, копает, да, позволяет это вам как раз, и позволяет себе, он имеет возможность такие делать траты, и они копают тоже в долине царей, и его, он ищет специалиста. Он этого специалиста находит, он находит специалиста, это Горбарда Картера, это небогатый человек, это, он вообще в Египт приехал рисовальщиком, то есть он хорошо сделал, зарисовал, и как-то так превратился в любителя археолога, который потом превратился чуть ли не в очень основного эксперта, потому что через его руки прошли многие-многие, значит, находки, и он уже более-менее на глаз мог легко по находке определить, какая-то династия, он работал с разными экспертами, хорошими специалистами, и превратился в такого довольно взвешенного, хорошего археолога. Вот, и Карнарвон практически с ним связался, и, ну, Картер еще сделал очень важную вещь, он один из немногих, кто составил карту уже предыдущих открытий. До этого все было хаотично, а Картер, скажем так, простроил вот эту самую карту и понимал, где еще не искали. Он и предложил, значит, вот Карнавону, давайте вот есть такое вот место, тут вот понаходили разные гробницы, но там в чем вся проблема этих самых гробниц? Проблема заключалась в том, что в основном гробницы находились так называемые разграблены. А находились гробницы, ну, скажем так, с меньшим разграблением, находились, но большая часть гробниц, это просто подчистую разграбленные, подчистую. И вот, значит... И эти самые гробницы, кто их грабил? Кто разграблял? Все в течение вот этих вот почти четырех тысячелетий, волны вот этих вот грабителей, копали, находили, прорывались в гробницы и выносили оттуда. Сначала там выносились только драгоценности, потом выносились, ну, в смысле имеется в виду, какие-то украшения мелкие, потом выносились уже и золотые какие-то предметы, потом, значит, выносили, благовония выносились, потому что они как-то там считались, даже хорошо шли на продажу. То есть, проще говоря, что шло хорошо на продажу, то, собственно говоря, и выносилось. И вот могло... То есть ни одна группа могла посетить вот эту самую гробницу. И поэтому находили в основном разграбленные гробницы. Кроме того, находили еще так называемые склады мумий. Вот. Потому что бывало так, что, опасаясь разграблений, мумии изымались, значит, вот теми, кто должен был хранить эти гробницы, и перекладывались в одну гробницу какую-то. И вот можно было наткнуться, но там просто гора мумии лежит, вот и все. Собственно говоря, ничего вы не знаете. То есть клали просто в какую-то гробницу, из которой все уже украдено, туда уже никто не вторгнется, и поэтому просто, чтобы они сохранились, туда вот складывали. И плюс еще находили так называемые неготовые гробницы. То есть их готовили, что-то там случилось, и человека не удалось захоронить. А вот... Выжил просто. И до сих пор... Да, понятно. Да. Ну вот не готовы. То есть начата гробница, видено, что высечено, видено, что что-то там какие-то подготовки вышло, а потом гробница просто брошена. Ничего там нет. Вот такие гробницы и Карнавон находил, и Картер такие находил. В конечном итоге они объединили свои усилия. Системному подходу еще помогли египтологи английские, с которыми Картер очень сильно общался, и Карнавон общался. В конечном итоге им удалось просто построить такую карту и определить такой участок, который как бы не тронут. И вот он начинает с 1918 года заниматься этим участком. Карнавон выделяет ему деньги. Он в раскопках только наездами. Картер является основным копальщиком. И вот они этот участок, который определил он, практически весь выбрали к 1922 году. Остался только маленький пятачок, на котором стояли развалины очень старых хижин, очень старых хижин, всяких там поисковиков и тому подобное. То есть вот этот маленький-маленький мизерный участок. Мало того, прям этот участок стоял чуть ли не над одной из гробниц. Вот остался этот самый маленький участок. И Карнавон сказал, все, прекращаю финансирование. Ну, там-то уж точно нет, потому что вот там гробница Рамзеса VI, ну, тоже разграбленная. Ну, собственно говоря, что тут искать-то уже? Все. Картер уговаривает его, давайте еще один сезон, вот этот пятачок расчистим. А расчищение – это тяжелейшее дело. Дело в том, что Картер разработал систему расчистки практически до скального грунта. Можете себе представить? Песок, огромные камни, щебень – все это просто вывозилось, очищались до скального грунта, чтобы понять, что там нет никаких гробниц. Потому что практически гробницы вырубались в скальном грунте. Вот. И, собственно говоря, надо было понять, что там нет никакого входа. Это огромный... Мало того, они для того, чтобы возить грунт, например, построили железную дорогу даже. Такую узкоколейку, по которой вывозили, ну, эти огромные такие, значит, те телеги, которые, значит, привязывались к лошадям, и вот по железной дороге они вывозились, эти самые. Представьте себе, колоссальные какие затраты. Там бешеные деньги, собственно говоря, потратил Карнавон на это, на все. В конечном итоге этот сезон считали последним. Карнавон уже уехал, все, он уже ни во что не верил. Ну, в смысле, еще, говоря, он был наездным, поэтому... А Картер продолжал искать. И вот в конечном итоге было принято решение снести вот эти вот хижины. Ну, да, уже не хижины были, а остатки хижин. И вот 2 ноября, а раскопки шли в основном зимой, потому что летом это просто невыносимая жара, и раскопки шли в основном осенью и зимой. К сожалению, весной были очень большие дожди, поэтому была опасность, так сказать, что сильные дожди могут все это смыть. Но в конечном итоге осень и зима – это самое удобное. И вот 2 ноября он приказал снести остатки этих хижин от 3 ноября и начинать расчищение. И 3 ноября ему раскопщики сказали, вон, какая-то трещина очень странная, в нее песок сыплется, проваливается. Значит, что такое уходящее в скальный грудь. Он, значит, обратил, Картер обратил на это внимание, значит, сказал, надо расчищать. Два дня они расчищали, а 5 ноября они обнаружили уже первые ступеньки, что-то уходящее в скальный грунт, значит, и уже увидели стены, которые оштукатурят. Самое важное, что обнаруживает вот в этом спуске, вот в этом спуске в подземлю Картер, это печати на вот этих вот оштукатуренных дверях, значит, на вот этих вот остатках, значит, дверных ручек, которые перемотаны веревками, значит, в печати. И самое важное, эти печати не тронуты, что производит впечатление в том, что, подождите, стоп, что-то здесь не то. Похоже, что гробницу не вскрывали. Ну, потом это оказывается ошибкой, проходы были наделаны через другой, но, тем не менее, это сыграло очень важную роль, Картер тут же сообщает телеграммы Карнавону о том, что приезжайте, похоже, нашли что-то. Игорь, а пока мы дальше не ушли, вот неужели над гробницами ничего не было? Я был уверен, что над каждой гробницей по пирамиде обязательно стоит. Ну, хоть как-то же они должны были быть обозначены. Нет, нет, нет. Долина царей, построенная именно следующим образом, это просто нагромождение песка и щебня, и ничто, собственно говоря, там не определяет, что над ними что-то есть. Строить пирамиды это более ранняя привычка, от нее довольно быстро отказались, потому что потом это место привлекало огромную массу воров, которые тут же разграбляли это все, и во все времена именно то, что обозначено, поэтому стали прятать эти самые гробницы. И здесь то же самое произошло. Картер три недели в ожидании карнавона приезда, значит, его три недели у него чешутся руки, но он, ему очень хочется, но не может, и, наконец, 23 ноября приезжает карнавор, они вскрывают, начинают вот это вот вскрытие гробницы, они начинают вскрытие вот этого самого прохода, значит, заходят в проход, вот он завалит землей, они начинают ее разбирать, 23 ноября, 24 ноября, значит, Карнавон приезжает с дочерью, они добираются, наконец, по вот этому коридору, они добираются до стены, которая, опять же, опечатана, но уже расстраиваются, потому что видно следы взлома, но и в основном, да, вот такая раз фотография, вот слева дочь Карнавона, значит, потому что она первая войдет в границу, я объясню, почему, потом Карнавон, потом вот Карнавон, а дальше там один источник, которого я не знаю, так вот, они проходят по этому коридору, доходят до, значит, камеры, которая запечатана, но видно, что там вроде как разграбили, но хотя печати, опять же, возвращены, не стоят печати, то есть просто разграбление опять восстановили, похоже, кого-то схватили при разграблении, значит, это так называемая первая камера, в ней проделывается, Карнавон проделывает дырку в стене, вот в этом запечатанном, вот в этой двери, проделывает дырку, значит, бортом они проделывают небольшой лаз, и в этот лаз может пролезть только очень худенькая дочь Карнавона. А она пробирается внутрь и сообщает о том, что там очень много находок. Они разламывают вот этот вот самый, проделывают большой лаз, пролезают туда, это уже было 27 ноября, и действительно, они видят огромную массу вещей, то есть грабеж был, но они практически... Да, вот как раз, если вы посмотрите, значит, вот эта лестница спускающаяся, она слева видна, вот эта маленькая лестница, потом, значит, вот этот вот длинный коридор, и вот она четвертая, значит, внизу справа, вот четвертая, это как раз первая камера, из нее выход в небольшую кладовку, и вот вверх, это выход как раз в погребальную камеру, то есть вот в саму гробницу. Вот, все очень маленькое, все очень узенькое, значит, не по-фараоновски, такое ощущение, что не фараона захоронили, потому что такие маленькие узенькие, то есть никаких галерей, ничего, обычно там огромные галереи, а тут все маленькое. А зачем кладовка в гробнице? Ну, зачем кладовка в гробнице? Подожди, а помидоры с огурцами ты куда ставить будешь в банках? Абсолютно верно, там запасы еды, там запасы различных вещей. А в случае, если проснется? Да, не, она проснется, а потому что он же будет потом новая жизнь у него, ему же должны все это, и новая жизнь не должны эти вещи вместе с ним уйти. У него там огромная масса, там, по-моему, только напитков около 300 литров были найдены, ну, в смысле, что-то, вот были напитки, у них, кстати, многие вещи сохранились, и, безусловно, огромная масса, ну, в этой кладовке это не так много богатств, потому что самое большое количество богатств будет найдено дальше. Если вот вы видите на картинке, там вот эта вот вторая, значит, верхняя, это вот как раз погребальная кармина, а за ней идет сокровищница, там огромная масса сокровищ, и обнаружено, что туда тоже проникали воры, но унесли очень немного, там, по-моему, четыре раза проникали воры, проламывали, но унести не смогли, какие-то случайные обстоятельства их спугивали, либо их хватали, либо что, в общем, что-то происходило, что не привело к разграблению. А известно, к какому веку относятся эти проникновения? По-разному, вот это очень разное, считается, что последнее проникновение было где-то порядка двух тысяч лет назад, то есть, две тысячи лет, ну, две тысячи даже больше, где-то в античное время последние воры проникли, то есть, потом, две с половиной тысячи лет, никто не беспокоил эти, люди вообще туда не проникали, в эти самые захоронения, так что нам жутко повезло, Картеру жутко повезло, Карнавону очень жутко повезло, значит, они проникают в эту самую гробницу, и, значит, считается, что все, вот их находки, и дальше начинается самое сложное явление, дело в том, что надо, нельзя вскрывать следующее, вот они прошли в первую камеру, и вот вещи, которые там стоят, там же стояла огромная колесница, там же стояли всякие сундуки с вещами и тому подобное, там же драгоценность, то есть, первое, вот это, в первой камере, они загораживают проход в саму камеру захоронения, их надо все переписать, надо все это аккуратно почистить, что-то восстановить надо, потому что рассыпается, разваливается, надо реставрационные работы, полная опись, и, безусловно, все это разбирается и выносится, потому что надо же дальше продвигаться, тем более, что это очень тесно и узко, говорят, что было очень непохоже, очень думали, что долго, что это не царство, гробницам все-таки какого-то из вельмож, а может быть, родственника царя, потому что слишком уж маленькая, и когда потом она выглядела, что это все-таки царь, что это фараон, впечатление произвело очень сильно. Игорь, ну вот тут нам сразу подсказывают в чате, что поскольку он умер молодым, гробницу для него не успели еще построить, и, скорее всего, захоронили гробницу, которую готовили для какого-то сановника, а не фараона. Да-да-да-да, абсолютно верно, эта гробница была сделана практически не для него, потому что пока живет фараон, ему гробницу готовят очень долго, а он, видите, молодым умер, и поэтому его встраивают в гробницу, которая не для него, поэтому она, собственно говоря, такая маленькая. Ну, я чуть позже хотел об этом сказать. Ну, ладно. Раз уж сказали, то сказали. Итак, они начинают вот эту самую расчистку, начинают вытаскивать оттуда все вещи, значит, разбирать ее костницу, даже пришлось там распиривать, но на части, и тому подобное. И все это заканчивается тем, да, и вот это все, это очень скурпулезно, они 7 недель только разбирают вот этот самый зал. Значит, 17 февраля 1922 года, они вскрывают, ой, 23-го года. 23-го года они вскрывают, наконец, значит, делают дыру также, потому что опасение было очень сильное на газ, что были такие гробницы, в которых газ скапливался природный, и это могло привести к отравлениям и тому подобное. Вот, проделывают дыру и проникают в гробницу, вот уже в саму гробницу, что производит сильнейшее впечатление, потому что там золото, там огромная масса золота, вот этот огромный саркофаг, он состоит там из, ну, по сути, там этот, да, вот эти внутренние саркофаги, там такие огромные ковчеги, один в одном, там и деревянные ковчеги, и внутренние, и сделанные из камней, и дальше. Вот, да, вот эта схема, практически до мумии восемь различных упаковок, такая матрешка, восемь различных упаковок. Поняла, откуда взялась матрешка, может быть, имели какие-то связи, фольклорные промыслы в России. Это религиозная конструкция, которая, собственно говоря, потому что матрешка это не просто игрушка, это определенный фетиш, это определенная, значит, обрядовая конструкция. Вот, перед нами практически вот эта обрядовая конструкция упаковки. И это в очень маленьком помещении, вот это огромное, ну и они, все это весит тонны, просто тонны, потому что деревянные еще более-менее, но они тоже очень тяжелые, а вот каменные, там уже, там же внутри были кварцевая, допустим, ковчег, там, ну, золотая, представляете, колоссальная вот эта сова упаковка. И начинается очень длительный вот этот разбор, они начинают разбирать, значит, и 12 февраля 24-го, ну, представьте, вот 17 февраля я вскрываю границу, и только в феврале следующего года, 24-го года, они наконец доходят до, значит, золотого гроба. Они поднимают огромную плиту на вот этих лебедках, и перед ним предстает золотой вот этот гроб, золотой саркофаг, значит, тут анхамона. И тут случаются проблемы, дело в том, что начинается конфликт, все понимают, что колоссальный богат, кстати, конфликт начался как только они открыли, потому что сразу прошел слух, что археологи уже грабят и вывозят эту самую наруженную гробницу. Вот, поэтому он все время приглашал картер власти, чтобы они присутствовали, когда они вскрывали, представители власти, там, специальная служба древности, вот представители должны были сидеть и смотреть, фиксировать все, что происходит, что они ничего не грабят, что они производят все научно и тому подобное, чтобы, плюс это СМИ, колоссальный интерес СМИ, там, Тайм, например, значит, Таймс, она купила даже права, эксклюзивные права на то, чтобы заплатила пять тысяч долларов коронавону, о том, чтобы присутствовать при вскрытии, вот, ну, и египетские власти очень сильно забеспокоились, предыдущая, вот эта вот договорка, вот этот договор по концессии, что это будет деление, им не нравилось, начинается длинный-длинный спор, в конечном уроке коронавон психанул, он психанул, кстати, по одной причине, там, он хотел в основных вот этих вот археологов, которые ему помогали, потому что туда сразу съехались, кстати, археологи, очень активно, потому что надо было все это переписывать, их довольно много, и он хотел такой сделать показ для жен археологов, а египетские власти запретили ему это делать, он психанул, вот, закрыл эти самые решетки, значит, сказал, я не буду ничего копать, и ушел, вот, и уехал совсем, и сказал, я больше прекращаю это копание, вот, ну как, понимаете, тут все сложности, кстати, к этому времени это сделал Картер, он, кстати, уже в 1923 году умер, вот, а в 1924 году, вот, Картер хлопнул дверью и сказал, я больше не буду копать, вот, египетские власти, у него была мощнейшая ссора с египетскими властями, которая 10 месяцев длилась, и там случился такой очень интересный эпизод, в Судане убили генерал-губернатора британского, а Судан был полковатурами Египта, египетские власти, чтобы все это как-то утрясти, они разрешили Картеру копать, вот, и Картер начал копать, опять заново, ему разрешили, и вот он начинает, начинаются его длительнейшие раскопки, он начинает, вот, этот, вписать, все эти 10 месяцев, вот, эта плита висит над, этими, то есть, они же ничего не вскрывали, вот, фотограф, которую вы показывали, вот, что саркофаг вскрыг, это уже 25-го года фотография, значит, они начинают, вот, разбирать потихоньку, все, вот, эти вот, золотой саркофаг начинает, все эти вещи начинают описывать, все это очень подробно начинает делать, ну, и в конечном итоге, эти все раскопки заканчиваются, значит, в 33-м году, когда они уже составляют полный каталог, значит, всех вот этих вот, да, вот эта мумия вскрытая, кстати, она была довольно сильно повреждена, потому что ее очень в спешке, оказывается, его мумифицировали, заливали смолой, и поэтому там было очень много повреждений, было видно, перелом, а? Перелом где? Должен быть перелом. Ну, это уже потом, когда уже начали с современными техниками, это уже потом было обнаружено, уже через всякие современные технические средства удалось обнаружить вот этот самый перелом, так что, значит, это все в будущем, здесь пока... не открытый, а закрытый даже. Нет, он был, кстати, считается, что открытый был перелом. Тогда было видно же. А нет, не совсем. Тогда врачеватели были довольно эффективны и смогли довести дело до практически полного восстановления. Более того, молодой человек зарастает как на собаке. у него сросшийся перелом. Да, ему удалось все восстановить. Представьте, какая медицина на то время была. Вот, ему все удалось восстановить. Ну, и, собственно говоря, считается, что в 1932 году по раскопке можно было считать законченным. значит, большая часть... Все это практически осталось в Египте. Да, вот эта известная посмертная маска. Ну, в смысле, практически на его мумии лежавшая золотая маска. Самая известная практически. Ну, и все вещи практически остались в Египте. Только каталоги были отпечатаны. А в 1933 году Картер, собственно говоря, уже умирает. Можно считать, что эти вот раскопки останавливаются. Ну, вот, собственно говоря, такая короткая история раскопок, значит, грабиться только шмана. Меня вообще поражает, конечно, не только медицина, а все. Меня все это поражает. И то, как они все это строили без всякой техники и приспособлений современных. Как они отливали эти... Ну, красивейшая золотая маска и отлита красиво и расписана шикарно. Меня все это поражает. Куда делись все эти технологии? Ну, у нас же есть еще куча амбиций. Мы же все кровь и почву пытаемся добиться. Мы же все воюем за какие-то территории. Нам бы технологии двигать, а мы тут увлечены доказательством своей абсолютности. То есть, видимо, нам тяжело жить без амбиций территориальных, этнических, религиозных и тому подобное. Поэтому... Это же про амбиции. Это же тоже про самую большую пирамиду, самую красивую маску, самый золотой саркофаг внутри самого кварцевого саркофага. Но мне вот, знаете, что еще интересно? Это же были огромные инвестиции. Ну, я имею в виду расковки. Это инвестиции в божественность. Поэтому это, скажем так, без этого не может быть будущего. Если вы хорошо не упакуете своего умершего государя, вы не сможете заглянуть в будущее. Оно не случится просто. Божество должно быть божественно упаковано. Я говорила про то, что это инвестиции с точки зрения археологов, с точки зрения Картера его друга. И на что они рассчитывали? Вот огромное количество денег, которые они тратили. Они планировали, что как-то отобьется? Ведь они не хотели грабить. Они явно не хотели продавать это золото. И все ушло в науку. Это они меценаты получаются такие? Не совсем так. Ну, во-первых, да, это амбиции сохранить себя в истории. Потому что если что-то найдешь колоссальное, и ты действительно себя сохранишь в истории. Это первое. Это потом расскажут. Карнавон почему огромное еще вкладывал средства? Дело в том, что он был крупнейшим торговцем старины. Тут была и корысть, и серьезная корысть, потому что это могло отбиться двумя-тремя находками, потому что они могли принести колоссальные деньги. Ну, и есть подозрение, что что-то Картеру удалось вывести. Небольшие объекты, но что-то удалось вывести в обход вот этих всех запретов. потому что находок же были огромные массы в этой гробнице, то есть там тысячи предметов, и каждый из них просто колоссальный ценный, бешеных денег. Даже маленькие небольшие предметы приносили бы большие деньги. Тем более, не забывайте, когда концессия была получена, она предполагала довольно серьезное, то есть это разделение, что там чуть ли не половина должна была достаться Карнавону, но вот не случилось. Да, местные жители, которые жили, я так понимаю, не очень далеко от этой гробницы, работали там, явно были наняты археологами, они не испытывали какого-то страха перед открытием этой гробницы, ведь это открытие неизведанного, и сейчас мало ли что, вдруг там все всадники апокалипсиса выйдут из этой гробницы. Зададут вопрос про проклятие или нет? В первые же минуты. Нет, особо не испытывали, потому что, скажем так, тогда уже все торжествовал ислам, и все эти языческие ваши приколки уже мало интересовали, тем более платили неплохо, кстати, Картер, почему, еще был очень любим всякими исследователями, потому что он хорошо знал арабский, договаривался со всеми этими людьми, особого страха не было, это потом уже раздует СМИ о том, что там проклятие, что вот фараон их проклял, они все поумирали, нет, и Картер, и Карнавон они умерли в довольно преклонном возрасте, то есть там уже за 70 было, что там, ребят, какие, о чем мы, какие проклятия, вот, поэтому большая часть людей там из их компании дожила все-таки довольно далеко в своем возрасте, так что нет, этого страха особого не было, это потом уже телевизионщики все это придумают, все это пристроят, прикрутят, все киношники, СМИ вот это все будут прикладывать, а так нет, страха особого не было. Ну и отлично, спасибо большое за то, что поделились с нами этой увлекательнейшей историей, Игорь Валентинович Сажин, историк, правозащитник, был у нас на связи. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.